Здравствуйте! В эфире программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели, отмечают День библиотек. Этот праздник появился в стране в 2001 году по указу президента Республики Беларусь от 8 сентября 2001 года. А дата праздника, 15 сентября, выбрана в честь Дня основания Национальной библиотеки главного книгохранилища страны. Национальная библиотека, прежде носившая имя Владимира Ленина, была создана в 1922 году. Ее основу легли книжные фонды, собранные для библиотеки Белорусского госуниверситета. Также сюда присылали книги крупнейшей библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Советского Союза. Настоящий расцвет Национальное библиотечное движение получило уже с созданием независимого белорусского государства. Одним из символов современной Беларуси является само здание Национальной библиотеки, напоминающее ограненный кристалл или белорусский алмаз, как его еще называют. Государственное учреждение Национальная библиотека Беларуси – это современная библиотека, сочетающая функции информационного, социокультурного и социополитического центра. Новое здание библиотеки – визитная карточка нашей страны. Сегодня это главное книгохранилище Беларуси, библиотечный фонд которого составляет 10 миллионов экземпляров, или 18,8% всего библиотечного фонда республики. На начало 2020 года в Беларуси осуществляли свою деятельность 2600 публичных библиотек. Из них 81,3% обеспечивали доступ в интернет. В прошлом году фонд публичных библиотек в стране составил 53 миллиона 300 тысяч экземпляров – книг, журналов, рукописей и других источников информации. Наряду с книжными изданиями пользователям доступны издания в электронном виде, каталоги, публикации и другие информационные источники. В то время как снижается библиотечный фонд книг и брошюр, отмечается ежегодный рост библиотечного фонда электронных документов. Постоянными пользователями библиотечной сети в 2019 году, по данным государственной статистики, были 3 миллиона 222 тысячи 600 человек. На Гомельщине сегодня действует 485 библиотек. Областной библиотечный фонд насчитывает более 7,5 экземпляров литературных изданий. Это третий показатель по республике. Больше только в Минске и в Витебской области. В 2019 году библиотеки области посетило почти 3 миллиона 225 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Центром библиотечного движения на Гомельщине является областная библиотека. Свою деятельность она ведет с 1926 года, когда на базе национальной библиотеки начали создаваться областные филиалы. В 1928 году областная библиотека начала работать как самостоятельное учреждение. Но это не означает, что библиотек в Гомеле до этого времени не было. В 1919 году в Гомеле начала действовать первая публичная библиотека, которая дала начало созданию городской библиотечной сети. В условиях вот этой сложной пандемической ситуации, которая вот на протяжении последнего полугодия, в общем-то, в которой мы все прожили, мы перешли в онлайн-формат. И, в общем-то, все наши интереснейшие мероприятия мы просто выкладывали на нашем сайте. И, уверяю вас, интерес тоже был значительный. Читатели заходили к нам на сайт, мы видели их интерес. И это, конечно же, сподвигало нас на то, чтобы мы работали еще интенсивнее в таком режиме. Но теперь мы очень хотим вернуть реального читателя в стены нашей библиотеки. И мы надеемся, что это обязательно у нас получится. Конечно же, статистика показывает, что читатели стали ходить реже, но каждый начал на дом брать большее количество книг. И, знаете, говорят факты вещь упрямая. Последняя неделя показала, я сейчас приведу только цифры, 34 мероприятия, проведенные в стенах областной библиотеки, дали 1503 посетителя. Те люди, которые ходили в библиотеку, они обязательно к нам придут. Обязательно. Другого ничего быть не может. Это не только мое мнение. Это мнение тех многочисленных гостей, которые пришли нас поздравить в наш профессиональный праздник. Они выступали со сцены, поздравляли коллектив. И звучало единственное мнение, одно единственное на всех общее, что библиотека никогда и никуда не уйдет. Что те, кто читал книги, он обязательно будет книги продолжать читать. И другого просто быть не может. Для того, чтобы ответить на вопрос, насколько сегодня востребована наша библиотека, насколько вообще библиотеки нужны нашим читателям. Вы знаете, во-первых, этот вопрос можно адресовать нашим дорогим читателям. Но если смотреть на события, которые произошли в последние дни, то мы можем твердо, с уверенностью сказать, что библиотеки востребованы, библиотеки нужны. И тому доказательство наш профессиональный праздник – День библиотеки Республики Беларусь, когда наша библиотека и другие библиотеки нашей страны наполнились читателями. Они пришли к нам, чтобы нас поздравить, а мы для них постарались сделать очень интересную программу. И напомнить, что мы есть, что наши фонды пополняются, что мы готовим самые интересные, запоминающиеся, значительные мероприятия. И всегда рады видеть наших гостей. Что касается непосредственно областной библиотеки, то в 1961 году она получила новое здание, в котором находится и по сей день. В последние годы Гомельская областная библиотека является не просто книгохранилищем и организацией по обслуживанию читателей, но еще и инициатором оригинальных гуманитарных проектов в области литературы, истории и краеведения. В 2001 году нашей областной библиотеке присуждена специальная премия президента Беларуси за духовно-нравственное воспитание своих читателей и реализацию программы «Наследие Гомельщины». В этом году за активную работу библиотека имени Ленина была удостоена международной литературной премии имени Кирилла Туровского. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова